Гость сегодняшней программы интервью – директор Уфимского филиала «Открытие инвестиций» Гильванова Альбина Салаватовна. Родилась в 1989 году в Благовещенске. Окончила бакалавриат и магистратуру Уфимской государственной академии экономики и сервиса по специальности «Организация предпринимательской деятельности». Уже около 10 лет работает в финансовом секторе. Строить карьеру в «Открытие инвестиций» начала в 2018-м. Возглавила Уфимский филиал брокерской компании в начале 2022 года. Альбина, здравствуйте. Здравствуйте, Светлана. Спасибо, что пришли, согласились ответить на наши вопросы. У нас их очень много. Первое, что хотелось бы узнать, это столкнулась ли ваша компания в конце февраля-начале марта с паническими настроениями населения. Отмечали ли отток инвесторов? Кто все-таки больше всего поддавался панике – начинающий или уже продвинутый инвестор? На самом деле, после 24 февраля достаточно большое количество клиентов стали обращаться к брокерам. Многие увидели данный кризис впервые. И, естественно, за один день, когда котировки ценных бумаг падали до 50%, многие запаниковали. Но были, естественно, спокойные инвесторы, те, кто проходили кризис в 2008 году, 2014 и, естественно, в пандемии. На самом деле, в целом, по стране ситуация была одинаковая, не только в нашем бизнесе. Многие клиенты паниковали. Наша задача была удерживать их от необдуманных поступков. Что касаемо оттока, на самом деле, открытие инвестиций, по большей части отток был в виде иностранных активов, так как мы передали их централизованно к брокеру, партнеру. И, естественно, отток был в виде портфеля, состоящий из динамики цен. Но сейчас более-менее ситуация все-таки стабилизировалась. Инвестор успокоился? Инвестор успокоился. Мы сейчас видим приток новых клиентов, новые деньги. И за первые полугодия 2022 года открытие инвестиций увеличило клиентскую базу на 7,6%. Естественно, это не те цифры, которые могли бы быть в нормальной ситуации. Но я думаю, что мы справляемся. После повышения ключевой ставки Центробанком до 20%, ряд экспертов высказывали мнение, что сейчас смысла в покупке доллара и евро больше нет, что валюты довольно-таки теперь токсичные, и призывали как бы вкладываться в рубль в целях сбережения своих средств. Сейчас ключевая ставка снизилась до 8%, рыночные ставки, естественно, тоже откатились. Вот у инвесторов сейчас снизился интерес к рублю и в целом к депозитам. Да, Светлана, действительно, сейчас заканчиваются вклады, которые люди открывали по высоким ставкам, и мы видим приток новых денег. И на самом деле клиенты возвращаются, и ожидаем к сентябрю, то есть к осени, приток, еще больше приток клиентов в брокерском бизнесе. Еще одно решение было Центробанка. С 20 мая без ограничения разрешили продавать гражданам любые валюты, кроме доллара и евро. Вот интересно, какие стали пользоваться популярностью? Вот на днях эксперты отмечали, что торги на бирже юанем достигли рекордного уровня. Вы отмечаете такие тенденции? Конечно, ранее доллар США являлся гарантом стабильности. На сегодняшний день он имеет более высокий риск, то есть от которого достаточно очень сложно избавиться в силу глобальных и негативных последствий. Во-первых, вы действительно, как вы уже сказали, можете рассмотреть такую валюту, как юань, потому что правительство и Народный банк Китая достаточно очень хорошо обеспечивают контроль над инфляцией и переориентацией энергетического экспорта из Европы в Азию. Я думаю, что он может показать профицит торговли в Китае и тем самым увеличить приток китайской валюты в России. Во-вторых, вы можете приобрести гонконгский юань как альтернативу данным валютам, которые вы озвучили. Гонконг также представляет высокоэффективную экономику за счет, соответственно, низкого налогообложения, свободной торговли и развитого финансового рынка. То есть вы можете рассмотреть как раз как альтернативу вот этих вот две валюты. Альбин, ранее Мосбиржа также объявила о приостановке с 8 августа торгов валютными парами иена, рубль, доллар и иена. Вот на ваш взгляд, с чем связано может быть такое решение? Вот сама торговая площадка объяснила это потенциальными рисками и затруднениями при проведении расчетов. На наш взгляд, остановка торгов связана с затруднением транзакционных маршрутов и блокировки счетов НКЦ в банках-корреспондентах. И таким образом Московская биржа предотвращает риски не только профессиональных участников, но и их клиентов, физических лиц, то есть инвесторов. Хочу вам также напомнить, что открытие инвестиции заблаговременно позаботились о наших клиентов, и мы уже с 19 июля остановили торги данной валюты. То есть она такая токсичная тоже становится для наших российских инвесторов? Да, все верно. В том числе уже по количеству введенных санкций против России мы ожидаем, что валюта, то есть под риском введения торговых санкций может попасть в британский фонд. Также ранее обеспокоила инвесторов решение компании Евроклир о заморозке российских счетов. И вот даже смогла компания на этом заработать 110 миллионов евро. Вот подорвало ли это решение инвесторов к международной финансовой системе? И вот на ваш взгляд, как инвестор себя будет вести в будущем? Потому что все равно никто не исключает, что санкции когда-то будут сняты. С точки зрения бизнеса, весь брокерский рынок за последние 2-3 года подавал иностранные активы как основной драйвер для развития. Ведь 30 голубых фишек не могут удовлетворять всех инвесторов. Но на сегодняшний день, к сожалению, у нас нет возможности работать с этими активами ввиду санкционной риторики. То есть вы, наверное, уже в курсе. Наверняка люди станут более осторожными. И когда мы уже говорим о развитии продуктовой линейки, в первую очередь, соответственно, мы предлагаем клиентам облигационные инструменты. Потому что проще объяснить, что такое депозит, простыми другими словами, чем клиенту объяснить, зачем или почему приобретать ту или иную голубую фишку. Вопрос, сколько у человека средств и какой приток денег. Естественно, многие клиенты понимают, что рынок сейчас находится достаточно недооцененный. И те, у кого есть понимание рынка и понимание ПНЕ, я думаю, что сейчас предпринимают действия к покупке данных недооцененных активов. Я думаю, что с осторожностью к рынку сейчас отнесутся те, кто были замотивированными историями успеха других лиц и не имеют понимания о фондовом рынке. Но эксперты сейчас призывают вкладывать иностранную валюту в покупку иностранных акций, валютных пифов. Согласны с таким мнением? Да, я согласна с таким мнением. Но хочу вам напомнить, что Центральный банк России заявила намерение разрешить покупать иностранные инструменты только квалифицированным инвесторам. Совершенно недавно была дана информация. Плюс еще регулятор объявил о повышении активов более 30 миллионов. На сегодняшний день составляет 6 миллионов рублей для квалификации клиента. И, естественно, регулятор объяснил повышенными рисками и предотвращение как раз доступа для неквалифицированных инвесторов. Альбина, вернемся на российский рынок. Многие российские компании, в частности, M-Video, X5, Retail Group, Северсталь приняли решение не выплачивать дивиденды. То же самое, на такой же шаг пошел Газпром. Как инвесторы восприняли в целом такие новости? В 2022 году большинство компаний отменили дивиденды либо перенесли их на конец года. Но если смотреть глубоко в историю, в 2009 году тоже многие компании отменяли дивиденды. По истечению следующих лет они вернулись к вознаграждениям акционеров. Поэтому сейчас надо нацелиться как минимум на годичную перспективу, приобретать данные бумаги. И, соответственно, ждем восстановления большинства секторов в 2024 году. Сейчас очень интересен банковский сектор, нефтяной и подешевевшая IT-компания. Ранее средняя доходность по облигациям и акциям составляла 8-10%. На сегодняшний день заменился ли уровень? На самом деле сейчас облигации федерального займа на уровне 7-9%. Если мы с вами рассматриваем корпоративные облигации, то порядка 9-13%. Сейчас очень интересная альтернатива в виде облигаций замена депозитом, согласно которой снижаются ставки при понижении ключевой ставки рефинансирования. Альбина, все-таки интересно, какие инструменты сейчас на фондовом рынке рассматривает инвестор, какие пользуются наибольшей популярностью, так скажем? Еще раз повторюсь, мы из облигаций рассматриваем длинные облигации федерального займа ввиду цикла понижения ставок из корпоративного долга те эмитенты, которые имеют чистый долг, не превышают показатели стандартные. Сейчас мы ориентируемся только на российский рынок в связи с санкциями, так как у нас нет выхода на американский рынок. В долгосрочной перспективе российские ценные бумаги после недавнего падения ждет большой рост. То есть также сейчас очень популярно золото. По последним данным, спрос на инвестиционное золото в России вырос в 4,5 раза. Вот вы инвесторам своим советуете инвестировать в драгоценные металлы на сегодняшний день? Да, конечно. Для более диверсифицированной балансировки вашего портфеля вы можете рассмотреть данный инструмент. Хочу вам напомнить, что активы не должны составлять более 20% от вашего портфеля. И даже есть такое понимание, человек может считать себя богатым, если у него есть 240 грамм золота. На сегодняшний день по ценам московской биржи это порядка 720 тысяч рублей. Естественно, данный инструмент сейчас находится на недооцененном, и мы рекомендуем приобретать золото в вашем портфеле. Жители Башкортостана открыли более 173 тысяч инвестиционных счетов на московской бирже. За полгода рост составил 17 тысяч. Но эксперты отмечают, что по большей части инвесторы малоактивны. С чем связано все-таки? С низкофинансовой грамотностью или с какими-то другими факторами? Как правило, клиенты открывают инвестиционные счета в течение года, но не стремятся их пополнять. Мы наблюдаем динамику пополнения к концу года для того, чтобы клиенты могли уже на следующий год получить налоговый вычет типа А. А в целом как оцениваете уровень финансовой грамотности населения? Я думаю, что положительная динамика в целом. Но я хочу вам рассказать, что на нашем сайте «Открытие инвестиций» в разделе «Обучение» присутствует очень много подкастов и вебинаров, бесплатных видеоверсий, которые были созданы экспертами, как для профессионалов и для тех, кто только присматривается к рынку. Поэтому я хочу вам порекомендовать. Естественно, если у вас есть желание, можете обратиться к данному ресурсу. А вот интересно еще, насколько часто клиенты вашей компании отдают свои инвестиционные портфели в доверительное управление? В доверительное управление инструмент очень удобный для тех, кто не имеет времени, опыта и информации для работы с фондовым рынком. Потому что это действительно работа, кропотливая работа. Но, как правило, многие инвесторы предпочитают держать руку на пульсе и, соответственно, самостоятельно торговать. А какие рекомендации можете дать участникам фондового рынка, все-таки, чтобы они не попали на удочку финансовых мошенников, финансовой пирамиды? На самом деле, Светлана, здесь очень простые рекомендации. Во-первых, это не гнаться за высокими процентами. И на сайте ЦБ есть открытый список, который постоянно пополняется компанией, которые плюс-минус похожи на пирамиды. И, соответственно, если вам предлагают торговлю на фондовом рынке, необходимо проверять наличие лицензии у брокера. На сегодняшний день какие спекулятивные возможности открываются на рынке? И как в нынешних реалиях сформировать спекулятивную идею? На самом деле это несложно. Во-первых, необходимо выбрать инструмент, либо компанию и оценить все риски. Во-вторых, необходимо определить направление сделки. Это, соответственно, будет либо лонг. Лонг – это сделка, которая может осуществляться как за свои деньги, так и с плечом. Либо шорт. Шорт – это только маржинальная торговля. Третий пункт, как говорят инвесторы, не заходите на всю котлету, всегда оставляйте определенную часть активов для покупки других идей и поиска других идей. Альбина, к сожалению, время программы подходит к концу. Последний вопрос задам. Банк России сейчас активно пытается популяризировать выпуск облигаций среди представителей малого и среднего бизнеса. Для них предусмотрены субсидии на дебютный выпуск и купонные выплаты. Как считаете, есть ли у небольших предприятий и имитентов шанс на успешное привлечение частных инвестиций на развитие? Даже если представители малого и среднего бизнеса хотят размещаться, инвесторы потребуют очень существенную премию за риски и неопределенности. На самом деле, даже с учетом субсидий, это может быть достаточно невыгодно для данных компаний. Альбина, спасибо большое за интервью. Будем ждать снова на телеканале РБК УФА. Спасибо вам.